Сплошной натюрморт. Подходи и смотри. Глазей выбирай. Для кафе, для души. Как выберешь, скажешь. А ты запиши. Не фрукты, а бред. Молодец, возмутись. И дальше тут матись. Точнее, матись. Зачем его публике надо совать? Совсем не умеет чувака рисовать. А вот ведь висит. Популярен и сыт. На лапу кому-нибудь дал и висит. Пикассо, я слышал про это пабло. Ха, квадратные яблоки. Что ли, назло? Скорее, нужда человека заставила. У них, у кубистов, есть четкое правило. Все круглое в мире должно быть квадратным. А мне такой мир показался отвратным. А вот то, что надо. Взгляните сюда. Вот фрукты, так фрукты, еда, так еда. Ха, ведь жил паренек аж в семнадцатом веке. А мазал покруче, чем эти калеки. Они не богатыми были, ой. Писали по памяти из головы. С натуры писать. Это ж надо на средства. Сезанн вспоминал абрикосы из детства. А Пабло Пикассо и вовсе был нищий. Продукты писал он с коробок от пищи. Допустим, квадратный пакет с колбасой. Да что вы пристали ко мне с Пикассой? Сейчас меня, в общем-то, интересует, как это вот Сникерс продукты рисует. Не Сникерс, а Снэдерс. При чем тут фамилия? Здесь главное с пользой затратить усилия. И хватит трындеть про мазок и фактуры. А он, между прочим, писал все с натуры. Понятно. Тогда объявляю заказ. Вот этот цыпленок. Но это Пикасс. Неважно. Вот этот набор для борща. Мясцо, но без кости, без даже хряща. Вот эту белушку, омары и фрукты. Любые годятся отсюда продукты. Десерт попышней. И, конечно, вино. Все будет закуплено, привезено. Разложите смачно, нарежете сочно. Все так, как у Сникерса. Снэдерса. Точно. Продолжение следует.